Я на этапе завершения, у меня был четвёртый день, посвященный моей конструкции. Ещё не до конца она доделана, но осталось буквально, буквально чуть-чуть, я не знаю. Ну вот ещё, наверное, пару дней таких, вот как, ну я имею в виду, не полноценные дни, а дни, которые я там вот что-то приезжаю после работы и пытаюсь что-то успеть. В общем, подключила телевизор, вывела шнур от камина на ту сторону, просверлила дырку. Дырку сверлила такую уже, заказывала на Валдберрис тоже такую насадку, ой, сверло форстнера, что ли называется, такое я прям нашла, по-моему, 5 см, 50 мм. Вот, они-то в миллиметрах называются, просверлила, чтобы у меня туда уже влезла вилка, чтобы я эту вилку не отрезала и потом не скручивала эти провода. Начала закладывать фартук, который за этим камином, ну вот как бы вот это полотно, на котором камин висит, начала закладывать его мозаикой, тоже пока ещё не готова, ещё нужно там, ну не успеваю, просто нет времени на это всё. И я начала делать, оформлять заднюю стену вот этого поворотного, ну я не знаю, как это, короче, поворотного механизма или что, в общем, начала оформлять заднюю стену, чтобы с той стороны был не просто лист ЛДСП, а, ну вот, как имитация стены. Повешала полку, цветок, скорее всего, купила две вот таких полочки, наверное, ниже ещё повешаю полочку, возможно, рассматриваю вариант с какими-то, может быть, фоторамками. Пока не могу определиться, то есть я так пока прикладываю, смотрю, присматриваюсь, в общем, посмотрю, пока ещё не знаю, как я это буду делать, ну, по крайней мере, вот два таких уже как элемента уже здесь есть, и, я думаю, пускай они остаются, просто нужно чем-то заполнить вот эту нижнюю часть немного. Дальше я сделала то, что опять, наверное, чего я опять боялась больше всего, у меня такая, я не знаю, что это, качество или что это, я сама себе накручиваю, причём вот раньше времени, ещё вот в предыдущем видео я ещё говорила, предстоит мне, ну, типа, что-то в том плане говорила, что предстоит мне очень сложный этап, это сделать вот эту дверь, ну, не сделать, а, получается, под неё подобрать петли, сделать и навесить её или как, ну, прикрутить дверь. Я думала, что это будет нереально сложно, потому что дверь высокая от пола до потолка, идёт одним цельным полотном, но я опять, я справилась буквально за пару часов, хотя я опять думала, так же, как вот с этим коробом для телевизора. Я думала, что мне это займёт вообще просто так много времени, что я вообще заброшу всю свою задумку и вообще от неё откажусь. Нет, что это я быстро сделала, я не знаю, как это получилось, что с этой дверью она в идеал подошла, я не знаю, как, я там чисто как-то ещё случайно подкрутила. Сначала, да, она сначала не закрывалась, не до конца, а, кстати, петли взяла с доводчиками, очень удобно вообще, блин, они, вот она просто сама так плавненько закрывается. Изначально я, когда их прикрутила и начала пробовать уже закрывать дверь, она у меня закрывалась не до конца, оставался такой вот промежуток, я думаю, ну всё, ну всё, думаю, опять что-то там просчиталось, и как бы, ну вроде так с виду прикольно смотрится, но когда она не до конца закрывается, как-то, ну, не знаю, вот, ну, начинает напрягать. Я думаю, попробую прикрутить магнит. Прикрутила магнит, мне ничего не помогло, видимо, за счет того, что дверь тяжелая. А потом я просто что-то подкрутила, думаю, что там за болтики на этих петлях. Я просто что-то начала подкручивать, и все, и она закрылась. Я не знаю, как это получилось. Заказала на распиле вот эти доски, которых мне не хватило, но не все. Осталось вот еще, наверное, сюда парочку добавлю. Ну, по крайней мере, начала заполнять химией, как я и хотела. Вот этот стеллаж сделать для хранения, вот нижний шкаф для хранения инструментов, там, для посудомойки, всякие штуки. Ну, в общем, вот такого плана, ну, или там что-то на верхних полках, чтобы реже туда лазить, что-то такое, чем я буду не так часто пользоваться. Сделала ручку. Ручку сделала так же, как у меня на моей конструкции на подоконнике. Когда я обшивала, я прям в Леруа купила эти же ручки.